Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и грешен. Номер 201. События дня. 2 Фессалоникийсам 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 30 июня 2016 года. И далее ознакомиться могут с тем, что здесь написано, из интернета взято. Сектоведы Дворкина разоблачили правоохранительным органом. Центр Дворкина поймали на дезинформацию. Все это Ирине Ильонского, как они там кучковались. Сколько же он получил денег за 20 лет? Приходил, расписывался мошенник. Шарлатанство. Никаких миссионерских отделов быть не может. Это ложь. Это сатана подделывается. Вид ангела света принимает. Миссию совершает Дух Святой. Психиатрические диагнозы. Вот все места. Кто такой Дворкин? Липовый профессор. Шарлатан. Это не мои определения. А я сразу, с первого дня, как я его увидел, сказал, это очевидно неверующий человек, масон. Засланный, чтобы всех сделать врагами друг к другу. 20 лет как слепые котята. Ой, я уважаю Дворкина. Миссионерские отделы и прочее. Слепцы. С деревянными мозгами. Безбожники. А когда я говорю, ой, псевдоправославный, там, то другое. Это вообще не православный. Даже до псевдо не доходит. Они показать ничего не могут. И просят это все, что указано, распространить как можно шире. Чтобы люди знали. Ну, духовному человеку, духоносные, отцы. В чем же вам не открыто-то никому было. 20 лет вокруг него тешились. Деньги поглощал. Одевался. Галстук надевал. Удавку дьявольскую. Бубко Андрей Анатольевич. Премного благодарен Игнатий Тихонович. Буду трудиться во спасение. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Спасибо за комментарий к моему сообщению. Посмотрел ролик. Как вы относитесь к монашескому затворничеству? Ну, как к явлению, противоречащему евангельскому призыву Христа. Идите по всему миру. Какое затворничество? Они хотели затворничество сделать на горе преображения. Но внизу там бесноватые. Там нуждаются в помощи. Монастырь, да, Божье установление на 10 дней. Сидите, никуда не ходите, ждите, пока обречетесь силою. И судя по тому, что такое вот идет, прославление затворничеством, означает, что силой не облеклись, и Дух Святой их не коснулся. Они сидели 10 дней. И вот это состояние 10 дней они продлили на 20 веков. Вот так. Люди добровольно отрекаются от мирской жизни, закрываются от мира, не испытывают на себе забот людских. Мне кажется, что это отрешение от участия в улучшении мира. Так им удобнее, я не скажу комфортнее для тела, а именно удобнее сам ощущать себя какими-то избранными, приближенными к чему-то истинному, не к чему-то. А вот это посвященность их, они обеты какие дают. Ничего из Евангелия тут нету. Никаких клятв. Как второе крещение, то есть первого и не было. Ну, бред, один бред идет, это тысячелетие. И не видят ничего. На совести монашество, возникновение мусульманства, масонства, фашизма и коммунизма. Не проповедовали. Сидели, пока не потянули на свою Голгофу. Это как жаркий огонь в морозное время посреди заснеженного поля с многослойной термоизоляцией, не освещающий путь блуждающим во тьме, не согревающий и ищущих теплоты. Истина так, все так. У меня много об этом написано. Седьмой и восьмой том, открытым оком, посчитайте. Такого разбора во свете Библии жития святых никто никогда не делал. То, что у меня сделано. А ведь в силах Бога было так. Ведь даже Бог прислал Сына Своего в люди нести Слово Его. А это очень тяжко. Никто иной, как вы это понимаете. Никто иной. Видите-ка. А ведь в силах Бога было явить чудеса и обратить внимание к истине, не принося в жертву Сына Своего и не подвергая его гонениям, издевательствам и в конечном итоге мучительным страданием и гибели телесной. Однако Бог это не сделал. Значит, в этом есть глубокий смысл. Очень тяжко жить среди людей и пытаться донести истину. Это неблагодарное и тяжелое бремя. А монашество, по моему мнению, уклоняется от этих трудов. Ты попробуй своим примером среди повседневной грязи оставаться чистым. Вот тогда множество людей обратятся к той истине, которую ты показываешь своей жизнью. Вот это вот как они ненавидят, когда я говорю, ой, ой, о себе говори, ой, ой, хвалятся. Ну а почему не сказать-то? Вы же говорите, что сегодня это невыполнимо, Евангелие невыполнимо, придумали монашество, мощи. Я показываю, можно это делать, трудиться среди людей. 21 тысяча деревень, теперь больше даже, заброшены полностью. Вы почему не восстанавливаете? Мы говорим, вот мы взяли землю, начинаем работать. Вот я сейчас с утра, сразу уходим, мы восстанавливаем еще три пруда. В прошлом году дорогой занялся. А мне 77 лет, чего спрашивают? Два человека около меня, Володя, занимаются ребятишками. Ну, как не сказать-то? Показать надо, что можно это делать. Начинайте, но нет их. Они умничают, сидят, нападают, благословляют, дворкиных новых выращивают, злобных, непримиримых, мстительных, злонравных, злоречивых. Все в них совмещило. И когда говоришь по истине Божьи слова, они лютуют, лопаются от злости. Почему? В дьявольской отроде. Вопреки Духа Святого. И вот это, что человек говорит, это истинно так. Вот тогда множество людей обратятся к той истине, которую ты показываешь в своей жизни. Да какую истину могут показать монахи, когда к себе не допускают. Ничего не знают они. Крестные ходы придумали, идут, палата к морю, везут их. Ну, выдумка. Это новая, абсолютно новая религия обмана. Что дают крестные ходы? Ничего, кроме засорения лесополос. Вместо засорения там буквы поставить, можно вместо того. Юрий Собор пишет, Миром, Игнат Тихонович, в мой медленно, неохотно работающий интернет вставлю высчитанную накануне блестящую фразу. Апостолы на зарплату не устраиваются. Как Дворкин приехал тут зарабатывать. Класс! И далее, остроумно о мощах. Вот посмотрите, Дьяк Кураев, Лив Журнал. Не Игнатий это говорит. Не Игнатий. Вы зайдите на наш форум о мощах, посчитайте, что есть. Я все это показал. Ни один святой, ни один за две тысячи лет не наказывал, чтобы мощи его резали. Тем более греки продавали, что попало. Дьякон Андрей Кураев. Это когда пишет он? Ну, 25 июня. Вот она рядом, по-моему, 12.10. Вселенская перепись мощей. На следующей сессии Великого и Ужасного Собора Названия какие? Хорошо было бы постановить провести всемирную инвентаризацию мощевиков. Я об этом там говорил не один раз уже. Составить электронный и тематический каталог всех мощей с описанием их веса, вида и анатомического состава. Я думал, что умножение мощей началось с крестовыми походами, когда ушлые греки продавали и отдавали крестоносцам фальшивки, чтобы сохранить подлинные святыни у себя. Так христиане в 3 веке отдавали гонителям апокрифы, сохраняя у себя канонические Евангелия. Но оказалось, все началось и расцвелось сверх всякой меры еще раньше. Это диакон говорит. Игнатий ничего нового не открыл. Он просто забытая нами, отвергнутая, поднял целые пласты. Андрей Кураев это увидел. А вы не видите этого? Не видите мертвецы? Оставьте мертвецам хоронить. Хоронить и то уже ты мертвец, но не выкапывать. Это уже не мертвец, это чудовище какое-то. Выкапывать, разрезать, продавать. И что продают? С чемоданами везут кости. Свидетель тому византийский придворный чиновник и поэт Христопор Митиленский. Это человек весьма острый на язык. Любовь монахов к светским головным уборам дает повод для остро-сатирической характеристики этих монахов, святых, во всем, кроме головы. Ой, это точно. Монашеская мода все равно победила, и монахи ныне вместо облегающего череп младенческого чепчика, куколя, носят клобук в виде цилиндрической фески. Пристрастие монахов же к парфюмерии дало Христопору повод для строки, о вечно благоухающей добродетели. И вот посмотрите, что-нибудь евангельское есть. Мы 28 глав деяния апостолов считали построчно, буквально ничего нету евангельского, сегодняшнего, сходного с деянием апостолов. И то, что видите, ну где вы нашли, что мощи резали? А к Елисею прикоснулось, исцелилось. Ну сегодня миллионы этих мощей никто не исцеляется, никто не воскресает. Ну еще непонятно, что фальшивки. Фальшивки. И вот он, эпиграмма на монаха Андрея, собирателя реликвий, которая описывается столь распространенной в Византии обычай коллекционирования святых мощей. Далее считать не буду, просто буду показывать. Считайте сами. Ну маленько тормозните. Дальше просчитайте. У Прокопия 10 рук, 15 челюстей святого Федора, несторовых около 8 ступней, 4 вкупе головы Георгия и 5 грудей. Варвара страстотерпистая. А вот запястье дюжина Димитрия, святого воина и победителя. Уж можно считать за 20 голеней Пантелеимона. Не слишком ли, много ли? Ну дальше считайте сами. 60 зубов, благочестия, 1000 рук. Посмотрите. Посмотрите. Продолжение следует... Тормозите страницу, дали просчитаете. Я делаю пометку, до какого места протянуть. Вот так. Вот сколько глупостей натворили. Теперь посмотрим, что у нас есть ресурсы. Первое, конечно, это мой мир. Я туда ничего не вставляю. Быстро поглощается здесь. Денег никаких не хватает. Поэтому вернусь, когда тогда начну переносить туда ролики. Какие появились за лето, за 4 месяца здесь потеряете. Вот где. Здесь можно писать. Здесь я на почте бываю каждый день. Какие события вчерашнего дня. Роснадзор. Сегодня у нас будет, конечно, мы все запишем. За сутки 1300 посещений у нас только на посещение полиции роли, где мама Тимофея Батугина жаловалась. Ну и далее контрольная проверка прокуратуры, юстиции, края по требованию прокурора. Я думал, у нас нет, говорят, это везде. А почему? Гибель детей. Опять сообщают, в одном месте утонули, в другом разбились. Гибнут дети. Гибнут не по одному. Ну вот я отбираю телефон. Не отбираю. У нас написано, не положено. Ну и там были с телефоном. Вот лодка опрокинулась. Ну кто-то, может быть, еще и плыл. Может быть, достал телефон. Ну куда он звонил-то? Нажал ли, достал ли? Ну помогли им телефоны? Нет. Ваши правила, условия какие. Вы на наши нападаете. А свои-то ваши гибельные. У нас нет, ни один ребенок не потерян. Повторяю, наш лагерь, православный лагерь Стан, поселке Потеряевка, Мамонтовского района, Алтайского края, был единственный на весь Советский Союз. Ему 45-й год уже. Ну знаете, найдите еще, покажите. С таким уставом, чтением Евангелия, проповедем, песнопением. Костер сегодня как раз, костер пятница будет. Вот, ну не было это. Почему у кого ничего нет, они так и злобятся. А вы о себе говорите. Ну, тогда молчать не о чем и говорить. Ресурсы показать нельзя. Вот возьмите, вот наш форум. Я вам показываю, как он выглядит. Посмотрите. Вот форум. И вот здесь вот, под храмом, красная черта, внизу новое сообщение. На них нажмите, и вы найдете сюда. А вот здесь общий поиск. Общий. Не поиск по темам, а общий. И туда зарядите мощи. Что хотите, вот. Ну, просто, ну, нужно, необходимо. Вот я сейчас опять заряжу. Снова показать, как это. Ну, медленно закачивается. То есть, открывается. Вот медленно даже, даже медленно и то не открывается. Страница не работает. Ну, то не работает. Обновление сейчас даю, и может даже заработать. Показать, как открывать. Выходите на главную страницу. И там регистрироваться можно. Можно без регистрации. И там все найдете в оглавлении о мощах. Вот сейчас я покажу. Долго искать. Вот. Где тут главная страница. Сейчас мне надо найти. Не найду сразу. Ага, вот она закрытая была. Вот я ее открываю, главное. Если она откроется, сейчас на месте посмотрите, как пользоваться. Вот о мощах. Конкретный вопрос. Андрея Кураева. Я не знал. Юрий Соболев мне дал. Вот теперь на главной странице. Вот как нам заходить на другие ресурсы. Вот оно. Ну, оно еще открывается пока. Очень трудно. На наш форум. И то, что найдете здесь, нигде в мировой сети нет. Нигде такого подробного рассмотрения житья святых. Во свете Библии, повторяю. Во свете Библии. Вот. Нусульманство. 18-й том у меня открытым оком. Рассмотрение Корана во свете Библии. По сурам и аятам. Такого рассмотрения тоже нигде нет. То есть, я могу сказать, это труд этот уникальный. Конечно, ушли годы на это. Годы большого труда. Но не открывается никак. Ничего не сделаешь. Да, Бога. Так. Вот сейчас еще открою. Может быть, по-другому. Ответ быстрый. Вот сейчас открою мощи. На мощи открою. Крестные ходы. Это у меня тут. Вот. Ага. Мощи жития. Почитайте. Я буду тормозить, а вы почитайте. Как святые запрещали. Вот просто так смотрят. Тормозните и дальше посмотрите. Дорабление мощей кощунства и есть противление Богу. Где это написано? Места писания. Дальше. Блаженов и Филакт. Вот. Другие места. Посмотрите, какие материалы огромные. Тормозните и дальше все это спешите себе или зайдите. Февил. Феодосий Печерский. Пусть никто из мирских людей не видит моего погребения. Вот оно как. Видите сколько? Практика подмена нечестивых мощей. Это все из жития святых взято. В каком году, как было. И поэтому. Это мощи я показываю о святых. Мощи по Библии. Вообще мощи. Но это увеличить надо, чтобы могли увидеть. Посмотрите. Вот еще. Мощи все из антиминцев с этой счастью захоронить. Вот где вы найдете. Посмотрите. Дальше. Откапывание мощей есть кощунства над умершими. Дорабление мощей кощунства и есть. Спротивление Богу. Святые запрещали даже волосинку одну брать. Канонизированные. Незнание священного писания и кощунства с мощами. Единое к смерти. Вот оно где. Изыщество свирепцует на мощах. Терзание мощей есть болезнь ума и мертвой души. И так бодрствуйте. Шаманство и белый магизм лжеправославия. Любая канонизация из предвосхищения суда Божия. Трупа поклонства уводит от поклонения живому Христу. Чем отличаются нынешние монахи от бывших раньше. Видите, какие большие материалы. Основанные на Слове Божьем. Что нам дано было. Ну вот так. Дальше показать, какие у нас еще есть ресурсы. Вот это не открылось. Ошибка. То есть нельзя открыть никак. А это вот открываются наши ролики. Сегодня вот я открыл шесть. Шесть роликов. Работа на трассе. Вот сейчас я смотрел. Шесть-семь посещений. Вот кто-то зашел. Я не знаю кто. Юрос, фон. Ну то есть обман. Обман. Вот что такое. После Ксима отца Сергия Хомутова. Что пишет? Бедний вин на певне, еженевразумей, Что с ним роблять. Старость, что же поробишь. Ну вот такой ответ. Как-то с Украиной видать. Я рос. Я все не прочитаю даже толком. Вот на этот ролик. Комментарий. Только сейчас был. Я его даже и не видал. А вот наши ролики. Вот это вот, Которое под замками ставится За прошлую неделю. Вот они ждут открытия На следующий день. Вы можете посмотреть, Какие заранее. Заранее уже известно. Полиция. Вот дальше показывает. Заботится о нас. Чернобыстрел. 354 посещения. Далее. Показать. Вот оно где идет у нас. Ну и все тут трудно идет. Загрузка тут крутит. Мы в степи находимся. Вот. А что такое? Полиция Заботится о нас. Где и кто как работает. Еще это два раза. Один день. Что означает дважды? Загруженно или просмотрено? Я даже этого и не видел. Почему-то вдруг открылось. Потом разберемся. И вот события. Дня полиция по жалобе. 1334 просмотра. Вот оно. Где есть. День назад. Ну и большой самый ресурс наш. Это конечно во свете Библии. Библейский православный сайт. Мы все снимаем. Показываем. У нас нет ничего тайного. Вот. Еще и не открывается. Попробуем обновить. Страница не работает. Почему она не работает? Бог его знает. Мы ничего не скрываем. Вот она открывается. Как он выглядит наш сайт. Посмотрите. Я считаю, что наш видеоканал, форум, сайт, email.ru. Ну это модераторы, там программисты профессиональные сделали. Очень хорошо. Легко все ищется. И во всем, во всем, что есть самое ценное. 4124 ответа. Вот они здесь. Вот на этом. На сегодня все. Благословен Господь, который нам дал возможность. Встретить это утро. Вот сегодня, ожидает, в 7 часов должен был прибыть самолет. Встречать из Канады. А мы человека-то не видели. И вдруг отбой. Самолет опадывает на 2,5 часа. И я уже начинаю думать. До этого было. Не прилепился ли какой-нибудь Саварбек Алмазов. Не он ли это все выкомуривает? Что кто-то едет, а тот не едет. Отменили. Чтобы нас помочь. Сергей вчера встречал. Сегодня. Ну, не знаешь, это такая система. Ну, тогда можно будет найти обратный телефон и проще. Это можно сделать будет. Даже такая мысль пришла, что, а может быть, никто и не едет. Просто, ну, мошенники обманывают. Ну, как Бог даст. Так что, будем ждать пока. А там уж, выключаю это. Ну, и здесь. Богу славу вовеки. Субтитры сделал DimaTorzok.